Сегодня городские дороги обследовала комиссия в составе сотрудников госавтоинспекции Управления жилищно-коммунального хозяйства общественных организаций. Андрей Ванюшин, более подробно. Асфальтированные подъездные пути вводят порядок, здесь не менее. В рамках предварительной проверки подъездных путей и пешеходных переходов возле общеобразовательных учреждений комиссия явных нарушений не выявила. Где-то работы уже ведутся по устранению недостатков, а где-то еще будут проведены. На данный момент был выявлен небольшой ряд недостатков, которые в принципе в процессе устранения идет. То есть сейчас будут выданы предписания и перед началом учебного года нового, то есть в конце августа, будет повторная проверка проведена уже как устранение недостатков, так и полное окончание приведения в надлежащее состояние всех элементов дороги. Больше всего вопросов возникло по улице Новая. Как отметил Дмитрий Казинец, там и стоянка, подъездной путь и сама дорога в ужасном состоянии и требуют капитального ремонта. Состояние в принципе удовлетворительное, то есть знаки все в наличии. Пешеходная разметка наносится в процессе нанесения, то есть просто кое-где она еще просто не дошла, но в процессе идет. Единственное, что необходим капитальный ремонт, вы сами видели, да, улица Новая в районе первой школы. То есть там и стоянка, и сама улица, подъездной путь вообще в крайне ужасном аварийном состоянии. То есть вся дорога поплыла, образованы провалы и просадки. Там состояние неудовлетворительное, а так в принципе в целом по городу состояние удовлетворительное. По словам Ольги Шахматовой, глобального ремонта в этом году произведено не будет, в связи с недостаточным финансированием. Но стоянку возле первой школы и ямочный ремонт произведут. По улице Новая у нас это сама проезжая часть, которая требует реконструкции. Планируем в этом году произвести текущий ремонт, заделать наши выбоиные ямы. Также есть объем на ремонт нашей стоянки, где произошла просадка на ТВС. Глобального такого ремонта, который мы хотели бы, в этом году не будет. Андрей Ванюшин, Александр Чирова, программа «Время местное».